Друзья, на новый год начал цвести каланхоя, а в китайский новый год он расцвел в полную силу, что сподвигло меня на создание этого ролика. Описывать вечно зеленое растение каланхоя с мясистыми крупными листьями нет смысла, оно встречается в каждой пятой семье. Остановимся на его цветущих видах, каланхоя гвозфольда, названного в честь ученого, который ввел моду на его разведение дома. Сорт цветет с осени до зимы, его соцветия отличаются в зависимости от подвида. Можно найти небольшие четырехлистные или, наоборот, многоярусные пышные соцветия, которые достигают в диаметре 2 мм. Окраска лепестков яркая и разнообразная, от темно-красных и розовых до оранжевых, золотых и белых. Растения получили свое название в китайской культуре и буквально переводится, что подает, кто растет. Это говорит о способности цветка произрастать в любых, даже сложных условиях. Поэтому, в первую очередь, каланхоя означает выносливость, стойкость и силу. Его дарят упорным и целеустремленным людям, которые всегда добиваются результата в любом деле. В Китае принято дарить каланхоя в горшках на китайский новый год. С помощью подарка вы желаете процветания, богатства и благополучия. В России существуют приметы, согласно которым каланхоя поглощает негативную энергию, оберегает дом и семью отцов, скруетин и злых дурухов. Цветок рекомендуют держать в комнате, где домочадцы больше всего проводят время вместе, например, на кухне или в гостиной. Срезанные цветы субкулента символизируют привязанность. А благодаря миниатюрности и очарованию соцветий их можно дарить в качестве подарка любимой или друзья. Тогда значение зависит от оттенка букета, красные олицетворяют любовь. Но не только страсть, как розы, а более крепкое и сильное чувство. Розовые и белые – романтику, симпатия и невинность. Необычно смотрится на букет невесты из каланхоя. Оранжевые и желтые тоны олицетворяют дружбу и хорошее настроение. Их смело можно дарить подруге или однокласснице. Редкие фиолетовые и синие оттенки преподносят в качестве оригинального необычного презента.